Девочки и мальчики, всем привет! Что мы сейчас будем делать? Отгадайте! Мы будем с вами сейчас наряжаться. Потому что пришла посылочка из Тики-Текс. Вот такая. Открываем? Девочки, сразу покажу, что я заказала повторно. Почему повторно? Потому что вот эти вот брючки спортивные для мамы. Они такие теплые, а у нас сейчас январь-февраль обязательно будут морозы. Но январь не знаю, но в феврале точно будут. Поэтому вот, чтобы мамуле было тепленько, мама приезжает. Это точно такие же, как у меня. Я буду примерять свои вот с этим худи. Не нравится мне это название, но, девчонки, худи, что тут поделаешь. Я уже заказывала, такое у меня есть, на меху. Очень нравится. Стираю, не закатывается, не мнется. Замечательная кофточка. Но в этот раз заказала на размер меньше. Потому что первую, которую я заказала, так, это какой размер? Сейчас скажу, девчонки. 54-й. Я заказывала 56-й. Она мне прям вот большая. И я чувствую, что рукава великоваты. В принципе, нормально. Оверсайз. Хороший, свободный фасончик. Но решила попробовать еще 54-й. Если вдруг она будет мне нормально по размеру, то оставлю себе вот эту все-таки 54-й. Если вдруг что-то пойдет не так, маме. В общем, очень нравится вот эта кофта. Вот эти вот две вещи, я уже их примеряла. Примерю еще обязательно. Мне хочется посмотреть, как все четвертые на меня сядут. Могу смело рекомендовать. Шито качественно, не закатывается. Стираю машинки. Просто вот крутит, как сумасшедшая, хоть бы что. Поэтому вот так. Следующая вещица это платье. Платье 56-го размера. Девочки, буду примерять. С туфликами. Вот так оно выглядит. Ой, я даже серьги сегодня надела под него. Отлично. И ноготочки. Девчонки, платье прям срочно хочу примерить. Они есть там в двух вариантах. Вот так вот. Там написано черный с коралловым. Черный и коралловый. Вот это черный называется. Хотя он такой, знаете, как серенький, темно-темно-серый. Но ворот у него как-то вот этот. Не ворот же, это как это называется-то? Горловина. Горловина у него коралловая. А есть наоборот. Платье коралловое, горловина черная. Долго-долго думала, какое выбрать. Выбрала с коралловой горловиной. Мне кажется, она как-то вот очень ярко, так нарядно выглядит. Да? Девчонки, сейчас примерим. Девочки, вот такой джемпер, пионы. Это хлопок. И размеры хорошие прямо есть. Вот я думаю, на меня сядет отлично. Ну и смотрите, какие тут цветы. Пионы, это печать на ткани. Ничего с этим рисунком не делается. Научились делать качественно, чему я очень рада. Примерим. Девочки, вот такую еще сорочку заказала. Кто меня давно смотрит, тот знает, что я не люблю сорочки на тонких бретельках. Вот не люблю. У меня их даже и нет таких. Они меня раздражают, они перекручиваются. Вот эти сорочки есть разного размера. Есть и больше, но я заказала, ну так-то я не маленькую и заказала, 56 размер. Ну, я думаю, нормально будет. Такая, знаете, как домашняя платьица. Сорочка платья. Можно даже выйти кофейку попить, посидеть в кресле, помечтать. То есть, ну, вот такая она очень уютная, хлопковая, хорошая штучка. Примерять не буду, девчонки, просто похвасталась. Ну, что я сорочку-то буду примерять? Хотя, ну, что, платье да платье. Ну, коротковато. Для платья коротковато, а как сорочка, прямо милое дело. И расцветочка мне нравится такая. Вот такая, в общем, сорочечка, хлопковая тоже. Сшита аккуратненько. И вот такое, девочки, платье. Так, 50, какой размер? 58 заказала? Или 56. Платье 56 размер, ну, смотрите, оно такое просторное довольно-таки. Так, не знаю, что будет после стирки, сказать ничего не могу, но выглядит прекрасно. Длинное, мне кажется, для прогулок возле моря, очень даже прекрасное платье. Я вообще, если что-то покажу, смотрите, какая у него отделка на спинке. Модненькая. В общем, вот так вот. Сейчас примерю. И такие огромные карманы, мне это очень нравится. прям гигантские карманы. Здорово, правда? Начинаем примерку. Девочки, решила с этого платья начать примерку. Мне не терпелось, на него гляну, быстрее. В общем, платье для пляжа, для прогулок, самое то. Тоненький хлопок, такой полосатенький. Здесь море, девочки. Так, с белыми босоножками своими, морскими, надела. И у меня к вам вопрос. Как считаете, у него спинка длиннее, видно вам? Спинка длиннее, чем перед. Как считаете, так оставить или все-таки сделать одинаковое? Такие тут разрезики, такие не слабые. Что скажете, девчонки? Еще не отгладила. Вот прямо при вас доставала из пакета. Смотрите, какие рукава прекрасные. Прямо по локоть. Тут такая резиночка вставлена. Такая средняя, не узкая, не широкая. И в карманах такие же резиночки. Такое интересное платье. И мне нравится, знаю. И сзади, девчонки, вот видите, как сделано? Вот такая полосочка пришита, тесьма. Ну, делает платье таким стильным, модненьким. Как там? Хорошая, правда? Простое, но в то же время такое яркое, нарядное, освежающее, летнее, морское. В общем, для отпуска платье. Так, девчонки, жду от вас комментариев отрезать мне спинку. Или пусть так будет. В принципе, я вот сейчас покрутилась перед зеркалом. Неплохо, нормально смотрится, не критично. Вот когда это на кофтах, мне как-то это не нравится, когда вот, ну, у джемпера верх короткий, а низ длинный. Тут все открыто, а попа закрыта. А когда на платье, то вроде как и ничего, да? Вроде как и модненько смотрится. Ну, говорите, девчонки, жду ваших комментариев. Отрезать или оставить? Смотрите, какая хорошенькая девочка. еще ото сна не отошла. Ну, нормально же, да? Для сна. Такая приятная, хлопковая вещица, прям вот замечательная. Очень рада, что я ее заказала. Вот такие сорочки ночные я люблю. Очень люблю. Это то, что мне нужно. Это то, что я люблю. Это то, что я хочу. Посмотрите, как опять угадала. И цвет хорош, и размер пригож. Смотрите, рукав три четверти лобкой закрывает. Приятный такой толстый хлопочек вот на такую теплую зимнюю погоду или на осень. То, что нужно. Курточку наверх наделаю. Можно, кстати, с юбкой носить. Но я наделаю такие укороченные джинсы. Мне кажется, очень хорошо. Ну, правда, хорошая штучка. Угадала. Вот опять угадала. Думаю, что буду носить ее часто, потому что их тело приятное. И такая, знаете, без заморочек. На каждый день. Джинсы сейчас зимой часто ношу. Надела джинсы, джимперок, курточку, шапку и полетела. Куда глаза глядят. Хорошая штучка. Прямо вот хорошая. И по длине отлично. И по ширине размер сейчас скажу какой. Такая она, знаете, вроде как джинперок обычный, но вот этот вот рисунок делает ее нарядной. Ну, прям нарядной. Серьги только надо поменять. Какие-нибудь можно зеленые или цветовые. А у меня, кстати, есть серьги. Зелененькие и цветочные есть. Но если цветочные серьги, то, наверное, можно и с юбочкой носить. И с туфельками. Почему? С ботиночками. Ну, часто кроссовки на мне. Будут толстовку мерить еще 54-го размера. Я не похудела эти толстовки такие большие. Оверсайз. Я просто вам говорю, что если кто-то будет заказывать их, вот, нужна теплая вещица кому-то, то можете смело на размер меньше заказывать. А то и на два. Так, девочки, ну вот, смотрите, худи на мне 54-го размера. Длина отличная. Длина рукава опять я подвернула. То есть, длина рукава прям замечательная. И капюшон, посмотрите, какой глубокий. Какой глубокий, отличный просто капюшончик. Вот в ней мне комфортнее. Она немножечко поуже. Вот. И кажется, потеплее. Нет-нет, они одинаковые абсолютно. Цвет мне очень нравится. Ну вот, пожалуйста, 54-й размер сильно большимерит. Прям вот оверсайз. И мне это нравится. И мне это очень нравится. Так что, вот эту вот кофточку оставлю себе. Вот. Сейчас с брючками еще синими примерю. Сейчас с джинсами примерила. С джинсами тоже можно куртку надеть, сумочку. и вперед. Ну, а если хотим сделать спортивным костюмом, то синие брючки. Такие же с начесом. Это не начес, даже о мех. Там даже написано футер с мехом. Не с начесом, а с мехом. Мне это очень нравится. Он вообще не закатывается, не лезет, очень аккуратно себя ведет. с жилеточкой с моей черной можно носить. Ну, и вот, девочки, так спортивным костюмом смотрятся. Тепленькие брючки и такая же тепленькая пушистая кофточка. Думаю, мама будет очень рада. Крючка. Кофта у нее есть с капюшоном. И не одна, миллион. Я ей все отдаю, она наряжаться любит. Ну что, девочки, платье примеряем. Сейчас посмотрим, как платьице на меня сядет. Ну и платье, девочки. Честно говоря, я думала, что я в этом платье буду прям яркое. Вот прям яркое буду. Не знаю, почему, но мне казалось, что вот этот коралловый цвет сделает меня яркой. И вот этот темный низ, ну, какой-то стройный меня сделает. Девочки, не случилось, не случилось. Вот даже губы накрасила, а все равно как-то яркости не хватает. Вот уж и ногти у меня красные, и губы накрасила. А смотрю на себя в зеркало, бледня бледнёй. Ну вот, девочки, в платье нет карманов. Если бы были карманы, наверное, я бы была ярче. Ну вот такое платье, девчонки. Платье на каждый день. Ну, я его хотела сделать праздничным. Думала, может быть, на Старый Новый Год, на Рождество. Вот, ну, такое оно какое-то мне казалось ярким. Но мне кажется, оно меня бледнит. Вот так. Что скажете, девчонки? А так платье вот вообще не мнётся. Достала из пакета, надела на себя всё, можно идти. Но мне кажется, что-то не так. Не знаю, что вот именно в цвете. Фасон нормальный, вот обычный фасон, как я люблю, серьги, браслет надевай, и всё. А вот что-то в цвете не моё, да? Как вам кажется? Ну, такое платье. Это 56 размер. Есть ещё 58. Ну, вот и всё. На этом примерочке закончены. Спасибо, Тики-Текс. Все ещё спят, все ещё отдыхают, а они уже как пчёлки работают. Пришла посылка просто мгновенно. Сегодня курьер привёз, хотя у них там, говорят, завал. Очень много посылок, но тем не менее она пришла очень быстро. Прям вот, не знаю, сколько, шесть дней наверное всего шла, или пять даже. Шесть, да. Я же обещала вам сказать какого размера это джемпер. Джемпер 58 размер. Очень уютный, рекомендую. Джемпер, платье, сорочку, ну, в общем, всё прямо в десяточку, всё в десяточку. Насчёт платья сомневаюсь, насчёт платья вот этого сомневаюсь. Мне кажется, что оно меня не красит. Нет, я не напрашиваюсь на комплименты, неправда. я же имею зеркало, я вижу, мне что-то кажется вот не маленьким. Хотя ожидала от него, прям вот ожидала, ожидала. Может, привыкну, может, полюблю. Что скажете, напишите про это платье. Всё, спасибо, Тики-Текс, вам спасибо, что посмотрели. Пока-пока, до встречи в следующем видео. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok